Причудливые образы и вечные реалистические темы. На передвижной выставке Российской Академии Художеств есть место всем жанрам и направлениям. Живописные, графические, фото, работы и даже цифровое искусство. Идея передвижных академических выставок, объединенных общими жизненными темами, появилась в 2001 году в Саратове. С тех пор проект пополняется и обновляется каждые два года. Во Владимир привезли почти 50 работ, часть коллекции 2014 года. В двойном названии проекта «Красные ворота против течения» скрывается несколько смыслов. «Красные ворота» распахивали, опять же, на встречу друзьям, гостям, всем прожелателям. Поэтому «Красные ворота» – такое образное название для выставки, что художники распахивают свои «Красные ворота», своего творчества, да, зрители. А против течения, потому что выставка идет снизу в Волге наверх, там Саратов, Тольятти, Самара, Чебоксары, Казань, все выше-выше, Нижний Новгород и Москва. Поэтому против течения. Волга течет с севера на юг, а выставка идет с юга на север. Поэтому против течения. Воображение владимирского зрителя, привыкшего к классической пейзажной школе, организаторы решили поразить необычными сочетаниями и трансформациями образов. Чтобы немножко владимирским зрителям было тоже интереснее, мы пригласили выставку, где пейзажей мало, а вот больше такой академической, что ли, живописи. Против течения. Это вот название этой выставки, оно так многогранно и многозначно. То есть его каждый может понимать по-своему. Почему против течения? Я его понимаю, например, что против течения – это против деструктивных явлений в современном искусстве. Колоритные работы Зураба Церетели здесь перекликаются с лирическими пейзажами и остросоциальными образами, вроде картины «Противостояние» под названием «Конорейки». Многочисленные символы и смыслы. Художники и зрители не остаются равнодушными. Впечатления такие неоднозначные. Что-то нравится, что-то очень так сомнительно, что-то вообще не особо привлекает. Сочетание современного очень, где-то очень реалистичного, где-то такого непонятного. Увидеть и оценить проект можно будет до 28 февраля в Центре пропаганды изобразительного искусства. Маргарита Махрова, Артём Горчаков, 6 канал.